приветствую всех любителей третьего варкрафта микрофона пончо и добро пожаловать на карту autumn leaves осенняя листва сегодня играют два азиата 2 китайца по моему один из них корейцы если я не ошибаюсь по моему ну ладно как будто не было поехали снизу у нас стартует эльф кстати ему отменили барак потому что он максимально близко поставил его под постановку экспанда отсюда согрелись нейтрал и естественно ему пришлось отменить это вот все дело играет он через героя из алтаря никакого героя за и из таверны пока что мы не увидим пришлось ему вытащить два дополнительных виспаса своей шахты чтобы пошустрее добыть лес и вновь поставить барак ну и собственно ставить его здесь же играет fqq один из самых душных игроков за альянс я думаю с ним разве что лингвагло может посоперничать в плане духа ты ну а так конечно в плане креативности вот fqq я думаю нет равных лингвагло он практически одно и то же играет там в принципе ожидаемо тысячи башен разводы двумя героями да здесь у от fqq мы зачастую видим разнообразие стратегии и очень много скажем так различных нюансов причем знаете что интересно играет за играя за альянс он умудряется брать абсолютно разный пак героев иногда он играет соло героя иногда играет в три героя и знаете максимально сумасшедшие комбинации героев там бладмаг алхимик пит лорд маунтинг кинг не знаю тинкер нага соло мага и как бы его не колышет против кого он играет против какой раз и против какого игрока и кстати говоря у него поздний алтарь и собственно сейчас мы увидим героя это тинкер дорогие друзья всеми любимые всем и всеми скажем так скучаемые да если так можно выразить только что заметил что у него две антенки такие фейс сзади вот ну и судя по тому куда выдвигаются ополченцы скорее всего будет fast экспант на его натуральные на желтые точки сверху естественно эта точка куда тяжелее крепится нежели чем например это но прикол в том что данный рудник находится ближе к центру карты буквально в шаге от таверны во первых и во вторых в двух шагах от среднего рудника своего оппонента естественно харасить например или же дефаться в данных на данных точках крайне тяжело потому что сопернику недалеко бежать до базы оппонента относительно недалеко чего не скажешь наоборот про другие рудники закрепил точку выдвинулся своим тинкером на харас печенька ему выпало полезный артефакт без сомнений но конечно хотелось бы какой-нибудь цирклетку например венец венчик который плюс 2 ко всем статам дает извините за горки до сих пор еще не выздоровел порой буду кашлять и к сожалению у меня сейчас неродная клавиатура которая привык и поэтому я не могу вот так оперативненько выключать микрофон во время ненужных скажем так издавание звука пришел на харас в теку вряд ли он здесь отменит hunter's холл вот-вот уже достроиться но по крайней мере успел его поцарапать успел стянуть внимание своего оппонента на себя минус футмены кормит своего оппонента опытом но с другой стороны у него ставится экспамта здесь ставится протектор такой сники пики об этом протекторы протекторе пока что не в курсе и в теку продает печеньку по идее должен покупать например персоналку далее сапогим купит ну это уже впоследствии здесь же только арканка есть пока что вторая вышка не грейдится тоже пока что ну а здесь скипер уже получает третий уровень сто процентов потому что ну крип жирный естественно за него плюс-минус 40 опыта наваливает 42 опыта и здесь быть точнее и приходит на базу к оппоненту просто приходит и бьет ему мэй нормально да но нет если бы он не слил пачку футменов которые уже успел слить в начале игры мне кажется он поднанес куда больше урона мне кажется или музыка слегка громко звучит я думаю так получше неплохо у кипера вторая прикопка соответственно футмены вообще не будут жить приходится вычинивать свой мэйн дабы не потерять его и вовсе потому что понимает что его оппонент может навалиться в один момент и мало не покажется лабораторию за забирает от кикю шедера кстати можно выкупить прямо сейчас по таймингам шедер есть и покупать шедера здесь перекопался протектор начинает работать по рабочим минус вышка вышка во время грейда имеет по моему легкую броню и поэтому быстро сносится быстро сносится этими проникающим типом урона ой а шедер встрял и уж его не видит пока что эльф эльф не видит ведь забавно да и в кикю пытается пытается засеять своего шедера потому что он ему кровь из носу нужен здесь пока что живет протектор ему ничего не угрожает эффеки ищет пространство для харасса а у вампирики ему выпало между прочим с лабораторией не совсем полезный артефакт скорее на продажу здесь же приходит кипер на харасс кипер в шаге от получения четвертого уровня но прикол в том что здесь две гвардовки стоят которые быстро расправятся с потенциальными пеньками на телепорте возвращается кипер что странно ну да ему кофе нужно возвращаться и кстати успеет забрать мейну оппонента вроде как успевает до 100 процентов он его заберет что значит бессинга нет у эльфа и телепорт налог и п идеально отыгрывает этот эпизод и в тюкю но вновь останавливается экспант у эльфа аккуратнее нужно действовать иначе протектор может убить героя это будет очень и очень обидно пока что в т-1 сидит fq он вообще никуда не торопится кстати можно было бы протектор немного немного ближе пересадить не знаю вот по моему до суда таким образом чтоб гвардовки не достреливали до него но таким образом чтоб протектор достреливал до рабочих пандерен вторым героем но абсолютно адекватная реакция от эльфа приходит отменять вышки своему оппоненту всего лишь одна дриада и одна лучница имеется этого мало третий уровень на тинкере вторую пассивку прокачал что странно но имеет место быть то есть это увеличение скорости перемещения героя также увеличение скорости продакшена сами не завода вот этих раба гоблинов поэтому окей вторые пеньки появились у кипера начинает работать по экономике оппонента да именно скучнице у эльфа по моему вот эльф под этим никнеймом в фор он кореец если ошибаюсь я не утверждаю что он как корейц но почему-то такое ощущение будто его раньше видел с корейским флагом ну ладно это не суть важно скажем так минус протектор но протектору очень много времени стянул на себя какое-то количество времени рабочие чинили вышку и не добывали ресурсы эффективно вновь идет в агрессию здесь у нас что пока что магазин есть в т2 только-только начал переходите в кикю девятая минута на девятой минуте игры нашим переход здесь же критик со центра карты пандерин получится здесь плюс-минус 2 а может даже и третий уровень но второй он уж точно получится здесь же в кикю приходит на харас прикопка по футмену шейдер работает по заводу ранее работал по футмену и кстати шейдера может потерять вовсе здесь эльф вычинивают его двумя виспами что неплохо ну и в кикю идет дальше на харас вообще я сомневаюсь что здесь чего-либо добьется да и поглядите в пандерин третий уровень взял книга смерти имеется будет забегание на базу к оппоненту но разрядками не забежишь потому что пожалуйста минус ряда даже подступил и и в кикю что интересно пытается убить шейдера оппоненту кидается завод ой до срываются виспы с шахты чтобы засейвить его туда вроде как выживает по ощущениям если в кикю нужно было работать по виспам что он собственно и начал делать да вот этот мини завод крайне игра не такой бесячий то вообще блин запей но опять таки зачастую очень важно местоположение этого завода есть она кидается в гущу армии на проверку игроку там в любом случае хватает контроля чтобы отфокусить его а вот есть и кидать его за армию например прятать за юнитами и оттуда будет дотекание виде раба гоблинов это вообще кошмар будет для соперников потому что раба гоблины так или иначе путаются под ногами наносят урон и кстати поглядите что делать таки киевом переходит в тир-3 ставит 2 2 авиария начинает уже делать грейды кстати 1 0 грейды у него есть крит на защиту а также 2 грейд на так заказов для грифонов и дракондоров тинкеру не помешают ботинки вот по-хорошему на приходит на разведку увидит что здесь . мне тронута и по-моему эль в курсе что там творится если я не ошибаюсь по идее должен догадываться и я не знаю может подстраивать древо ветров собственно 22 древо ветров ей подстраивает абсолютно понятная реакция и же тинкеры пока что крепится на зеленые точки с краю карт мы пошли и дракондоры да они убивают ряд за глаза но при этом еще у них есть способность туманчика кидают туман на здание например на протектор да и получается это здание перестает атаковать кстати у меня вопрос под туманчиком атакует древо жизни или же например на остальные древо ну не не протекторы я имею ввиду древо ближнего боя древо ветров на преддрево мудрости или же древо войны интересно было бы затестить ой тут завод упадет сейчас вот-вот да неприятно терять завод но с другой стороны два крипа здесь ближнего боя соответственно и а тинкеру ничего не угрожает если он будет стоять просто так скроллов забист падает между прочим неплохой и крайне ситуативный артефакт если он его использует вдали от виспов например да то и вовсе мало можете показаться есть тоже в аналогичные точки качаются пандерена разгоняется постепенно к пятому уровне и третий герой тинкер был взят у эльфа кстати он точно уже в курсе что здесь три авиария есть у оппонента и сам начал выход в гиппосов 01 грейды есть полкишки а пока что сидит эльф добывает максимально что за спасибо михаилу дмитрию на параллельно идет по стрим и на канал нато на стратеги пришло пришел донатик очень приятно ребят спасибо большое всем тем кто поддерживает канал именно благодаря вам мне удалось летать в дортнут это естественно для меня самое большое достижение на сцене третьего варкафта посетить лан турнир и откомментировать его для вас и более того привести на интервью абсолютно всех игроков которые принимали участие на данном турнире еще раз спасибо а мы продолжаем 2 уровня тинкер стоит он поводой чтобы не получить камень в лицо и правильно делает потому что может умереть здесь аура аура деки упала а пандарин понимаю он забыл забрать предмет в попыхах у тинкера тоже между прочим аура деки закупает зелье невидимости сапоги скороходы по тинкер поделался у эльфа а он пошел домой а зачем ему же опыт нужен ну окей отменяется третья база у эльфа 3-1 ингрейду уже у дракондоров опа опа сейчас будет залет кидается завод мне кажется вот такой завод крайне неэффективный нужно было его кидать в эту область да вот и гиппосы но гиппосов всего три штуки а чё этот до тинкер только сейчас вспомнил что у него есть стан минус дрядки пытается убить оппоненту дракондоров эльф не получается у него откровенно говоря но по крайней мере с дыханием что-то да получилось ловятся новые гиппосы но тут стан очень вовремя от эльфа еще один стан должен быть прямо сейчас и появляются гиганты 21 грейды на них если что 2 горит на защиту делается прямо сейчас у эльфа ну 62 лимита на 46 здесь на отдавался прилично вся узи хотел сказать fq и между прочим у него очень большой банк 3000 монет было на руках только что что он делает с одной волшебной святилище решил заказать приста чисто под хилл и а волшебницу под искусственную невидимость потому что не всегда есть в магазине невидимость зелья невидимости вам у нее не успевает от к дышится кстати эльф видит своего оппонента по крайней мере его героя на тинкеры бы раскачать до 3 уровня зеленые точки под базой оппоненты есть здесь тут еще около своего магазина пока что одна арба это на кипере в идеале можно было бы и нужно было покупать еще две другие арбы а здесь в китю решил попробовать закрепиться на третьей базе натурала оппонента но что-то пошло не по плану кидается завод ультимейта тинкера пошел ну все его теперь не прикопать не застанет ракетками от тинкера минус протектор просто смотреть какие куски отрывает на грядится вышка на танку но 2 горит 31 грейды на 22 у эльфа есть ресурсы на 3 3 но пока что не торопится это сделать а во что дальше будет переходить вообще есть мастерская окей два грейда на масонри также имеется я думаю пора бы уже переходить в каких-нибудь танчиков но блин даже танчики здесь мне кажется уже не помогут гиппоса конечно здесь все склюет потому что до кондуров меньше минус магас у эльфа грейд на колодце есть прошло отметить 5 пандерин все отлично здесь уже пачка гиппосов сколько 4810 10 штук а дракандоров сколько засну мне посчитать не 67 всего 7 штук я но 7 штук это этого крайне недостаточно сами можете заметить насколько решает грейды на масонри тут два грейда на защиту зданий соответственно пеньки менее эффективно разбирают вышки несмотря на то что у тех тяжелая броня тинкер вновь пошел на под инвизом сейчас наворотит тут делов еще одно древо жизни строится его находит и в чуть-чуть а вы просто посмотрите какие куски отлетают от этого древа отменит не отменяет не успевает среагировать интересно что хотел сделать эльф кстати гоблинцы взрываются соответственно минус виспы могли бы быть но грамотно среагировал эльф заранее их увидя не дорогой тут ракетки не работает мы сейчас бессинг есть все окей начинает добавлять грейд на защиту 2 между прочим две мастерские есть 5000 золотых монет на руках у в ки-кю покупает книгу забвения и неужели будет переучиваться на ракетке вообще я все-таки считаю что это что за баг нифига си ха я такое впервые увидел неужели а нельзя переучиться тинкером в форме трактора не знаю тут третья бат третья не третья мэйн перекопался у эльфа туда уже летят подруга дракон дры тинкер просто развлекает своего оппонента кипер на персоналке и пачка гипосов туда же правильно делает то что по колодцам работает но блин опять таки я считаю что все-таки мини завод смотрелся бы куда лучше чем ракетки это чё за ракетки были от эльфа чисто такой ничего не могу на получишь пресхили тинкера вообще тинкера можно обратно преобразовать форму трактора и отчинить его рабочими три с половиной тысяч монет на руках имеется начинает выходить в масс вертов что странно потому что там уже пятого уровня панда поэтому не знаю насколько эффективно будет насколько эффективен будет свитч вертов одно дело если бы нага игралась мага демон-хантер на то можно было бы своего оппонента замучить вертами потому что нага ничего не делает вертам как и демон-хантер разве что в ультимейте да арба например не заражает ядом вертолетик третий грейд на масонры есть да просто копался эльф и извиняюсь эльф оговорился и альянс медведь на защите ну ладно медведя мне кажется маловато будет здесь в идеале эфики нужно выходить под третью базу эльф это все дело контролирует очень четко причем и что интересно на двух его героях на пандрине и тинкере имеется сапоги а это очень круто то есть правильно делать то что на своих ключевых героев а я повторяю ключевые герои здесь не гипер а 22 два остальных тинкер и панда минус колодцы в софлайблок попадает прямо сейчас эльф 33 грейда у него между прочим до передвигается конечно он шустро минус виспы всего три виспа остается на добычу у эльфа и кстати говоря они последние да или дома есть еще вроде нет с бомбочками развлекает своего оппонента но в 1 0 грейды всего маловато но судя по динамике вроде как хватает этого еще и дракондоры насыпают осети пошли дыхание панды еще и ракетки от тинкера но минус весь воздух у эльфа что будет еще одно дыхание от панды о сплит не сплетит ё-моё столько опыта отдал своему оппоненту ну все 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 нахарасился убегай нахарасился убегай ну не оставайся ты а чёрт еще одно дыхание сдувается между прочим тинкер на пожадничал fq откровенно говоря учитывая то что у него телепорт был ну естественно у этого очень дорого ему станет воскрешение героя из таверны очень дорого еще и вертолетиков теряет по ходу в отступлении ну нахарасился убегай не надо вот упарываться все я же сказал там пятая панда третий тинкер масса у е это вообще забей пару танчиков не хватает на самом деле да вот без шуток и чтоб они желательно по разные эти атаковали но здесь есть гиганты которые с третьим грейдом на атаку с осадным типом урона быстро разберутся с этими танчиками не знаю не знаю мне кажется стоило выходить в чутки чутка пораньше fq запутался в своих же лабиринтах который готовил не иначе вычинивается своих свои вертолетики fq будь здесь демон например первым героем я не знаю как бы складывалась складывался бы этот этот матч просто кипер максимальная максимально доступное пространство обеспечил своему своей базе телепорт пошел от эльфа надо фэнс своего мэйна которую перекопан справа стис ой ракетки пошли еще и дыхание минус дракондоры не до контролирует fq сам же здесь уничтожил базу своему оппоненту но здесь 3 800 голды осталось в то время как у себя экспант уже закончился кстати ничего да у гиганта такая ригерация у медведя тоже под аурой рыцарь смерти ставится древо жизни восстанавливается нож кстати эльфу нужно перевести шеттера чтобы тот работал как мне кажется что у него леса с гулькин нос две пачки эскадрильи какие вновь на харассе смотрит что здесь ничего нет не знаю разведает он этот это древо или нет проводит по колодцам своего оппонента вновь до кстати у эльфа night vision есть ой минус рядка судя по всему да нет не успели бомбочки сбросить на нее и вновь то в сопла блоке находится эльф при этом постепенно достраивается у него древо жизни если так глобально посмотреть ресурсов нету у альянса а здесь добыча какая-никакая присутствует нужно устанавливать лишь к лучше колодцы что он собственно и делает вообще мне кажется здесь в тюкью не хватило элементарно подрывников то есть нужно было почаще пользоваться ими окей здесь есть на час бейсинг но подрывники мне кажется куда эффективнее нежели чем два вертолётика скажем так помните сколько денег было у fqq сумасшествие какой-то вообще без шуток эльф очень хорошо ориентируется в стрессовых ситуациях не растерялся и нашел в себе силы взять третьего героя и мультитаски его в принципе не подкачал пошли ракетки ой дыхание от панды о это было жестко это работяга прибежал с залетный абсолютно все горит у fqq по-хорошему когда ты разве разводить своего оппонента нужно постепенно выходить на третью и четвертые базы как раз карта позволяла но fqq этого не сделал и возможно это как раз таки из-за героев оппонент то что кипер играется и кипер с пеньками максимально быстро отменил бы это вот мероприятие от альянса ну и пандерен уже шестого уровня пожалуйста тут уже как бы конечко для альянса хотя какое-то время назад могло показаться что у него есть все инструменты для победы пандерен вернулся на дефенс очень хорошо читает игру но он видел своего оппонента куда перемещается его пачка вертов он сейчас будет дыхание а и и и как же больно и в кикю теряет юнита за юнита если бы точнее юнитов за юнитами во множество числе не но тут два представ с волшебницей и два Дракондора будут, наверное, вечность Разбирать Горного великана У которого 12 на секундочку брони Еще и каменная кожа имеется Который снижает На 8 единиц Получаемый физический урон Но, при этом По-моему, если я не ошибаюсь Если я не ошибаюсь У горных великанов Минимально получаемый урон это 3 То есть ниже 3 он не может получить урон Точнее, снизить урон ниже 3 То есть он в любом случае От любой тычки, например Престов, да, вот этих Или Дракондоров, он будет Получать минус 3 хп Иначе это Было бы имбой Да У FQ уже Истерика По идее Зачастую он доводит до истерики игроков Но в данном эпизоде Истерика у него 29 лимита на 53 Здесь все 3 героя целы У них есть мана У них есть жизнь Очень много зданий у эльфа Поэтому Духота и FQ Не всегда работает, поверьте Она работает только против Неопытных оппонентов Которые Не каждый день Встречаются вот С такими разводами Ну и собственно Вот на такой ноте Заканчивается Матч FQ вышел с игры Это означает, что эльф одержал Закономерную победу Ну что ж, друзья Надеюсь вам понравилась Такая духота Если это так Не забудьте поставить лайк Подписаться на канал Ну и ваше мнение о матче В комментариях С вами был Пончо Всем счастливо Всем пока Берегите себя